Друзья, продается дом мэра Анапы в поселке Витязева. Даже мэр Анапы жил в поселке Витязева. По фасаду 20 метров, Черноморская 137, номер телефона вы уже сразу видите. Давайте посмотрим, как живут мэры Анапы в поселке Витязева. От желтых ворот фасад и до коричневых. Это все относится именно к этому дому. Напротив находится Тэйхаку, там сидит Рустемчик. Дионис занимается продажей этого дома. Смотрите, по коммуникациям есть газ, свет 15 киловатт. По фасаду идет канализация, в которой можете подключиться у дома, есть три септика. Рядом находятся все магазины, инфраструктура. Впереди у нас улица Солнечная. Следующая идет Горького, до параллели прям рядышком. То есть это центр поселка. Давайте заходим в адвок, посмотрим, что здесь есть. Сам участок, на нем расположено два строения. Этот старенький дом по стройке 1966 года. Его можно сейчас сдавать под ключ, мы внутри покажем, как он выглядит. Можно даже вообще сделать его отделить, сделать, допустим, здесь бассейн, а сюда отдельный вход во двор. Мы его оставим напоследок. Дальше здесь есть еще две комнаты, сдаются. Там сейчас люди проживают, их пока показывать не будут, потому что жемчужина этого дома является, который стоит сюда чуть-чуть в углубление. Он двухэтажный, с огромным подвалом и вот такой вот шикарной территории. Дом какого года построить? 1997 год. Кто строил? Строили Ночекаминщик из Чехии. То есть даже неместный, так сказать. Да, там хороший параллель. Вот этот дом строили немцы. В 1966 году. А эти Чехии. То есть вот такая вот ситуация во дворе. Смотрите, друзья, вот здесь подвал, в который можно сложить всякие закруточки. Он там такой большой, не промерзает. Здесь в поддоме есть вниз въезд в гараж. Сюда может легково, может, на заехать. Но его никто так не использует. И посмотрите, вот здесь такой большой подъезд. То есть если купить целиком участок, то он прям просится отделить одну часть, вторую часть. То есть можно их сдавать прям по отдельности. Вы получите ему либо в аренду, либо здесь использовать как коммерцию. Перевести фасад этого дома 20 метров в коммерцию. Построить какую-то коммерческую недвижимость. Как все это делают, да. И в принципе зарабатывать на этом деньги с арендами. Ну, либо сдавать то, что есть. Без вложений уже дополнительных. Тут зона отдыха. Практически все, что вы видите, здесь останется. То есть там может быть какие-то там нюансы, что дорого. Хозяин, они с собой захотят забрать. А так в основном все будет здесь на месте. Это летняя кухня. Которую можно себе приготовить что-нибудь. И дальше выходим на заднюю часть участка. Есть деревья фруктовые. Это у нас вишня. Это черешня. Следующего здесь алучариста. Такая деревянная беседочка. Чтобы провести в свое время огород. Если вдруг вам надо. Раньше участок был вообще большой. Уходил туда на 22 сотки были. Потом в свое время продали. Нафиг столько земли не надо. Мангал стоит. И здесь место, чтобы посушить одежду. Там вещи. Вот это грушевое дерево. Тот, я честно не знаю, кто это. Так выглядит дом с этой стороны. То есть он кирпичный. И черепица сверху. То есть, в принципе, это все вечное, можно сказать. Давайте пройдем вовнутрь и посмотрим, как дом выглядит непосредственно изнутри. Честно, там есть на что посмотреть. Довольно-таки интересно все. Сам дом 309 квадратов. Три этажа. То есть цокольный, первый и второй. Лесенка вот такая вот. Очень красивая. Плиточка. Мраморная. И заходим. Здесь вход на цокольный этаж изнутри. Также можно через гараж зайти. Видите, такие арочные входы реализованы. Двери деревянные с того времени. И вот такая вот плиточка. То есть можете увидеть, насколько это красиво смотрится. С левой стороны при входе шкаф. Зеркальное дерево. Такая вот лестница. Очень интересно выглядит. Скорее всего, дуб. Но я, честно, не могу сказать так, что за дерево. Пространство, конечно, огромнейшее. Под лестницей есть место для хранения. Это отделка радиаторов именно в таком исполнении. Везде двери деревянные со стеклением. Стоят и очень много комнат. Давайте будем как-то по часовой стрелке на все. Или против часовой стрелки смотреть, чтобы не заблудиться. То есть практически все останется именно так. Можете увидеть, что комнаты все светлые. Комнаты очень большие. И стены толщиной полблока, которые получаются. То есть дом, говорят, что теплый. Нигде нет никакой плесени. Они его постоянно хорошо топят. Можно это сразу увидеть. Я сам не смотрел. Сейчас мы с вами проверим. Надкосы здесь, видите, закрыты пластиком. Здесь уже менялись окна на втором этаже. Я думаю, что мы с вами это посмотрим. Возвращаемся обратно. Следующие комнаты. Здесь также санузел. Собственно, это, как я понимаю, и рабочий кабинет. И вот фотография. Мэр Анапа, который был в 90-х годах, руководил городом. Самое интересное, вот историю знал, что он был еще и белорусом. Специальность в Беларуси сюда к нам поставили, чтобы он навел, как говорится, здесь порядки в Анапе, потому что у них там это не было. Взять точнецово всего того. Вот так вот, ребята, в то время решались вопросы. Такая вот очень интересная мебель, убранство, как будто на каком-то домик у музея входишь. То есть довольно-таки интересно это все посмотреть. Здесь санузел, можете увидеть, довольно-таки большущий. Запахи, кстати, в доме везде такие очень приятные. Все очень красиво. Здесь тоже, видите, батареи. Такое дерево отделано. Очень интересно все, смотрите. Здесь вот спрятался шкафчик такой. Здесь, наверное, даже я суборезать не буду, видео, потому что очень интересная такая экскурсионная программа. По этому дому получается еще одна комната. Если вам надо, там документы посмотреть, площадь полностью, напишите номер телефона. Вам все скинут, расскажут более подробно. Ну, а вдруг у вас мечта есть на море переехать, и вы готовы себе купить такой вот дом бывшего мэра Анапы. Чувствовать себя, не знаю, причастными к управлению города, что ли. Здесь тоже можно увидеть, что переделанные окошки на пластик поставлены. В доме очень тихо. Есть ведь системы для охлаждения. Хотя у нас на улице хоть сейчас и душно, но мы ходим здесь довольно-таки комфортно. И, наверное, самое важное место, которое есть в доме. Здесь стоит вентилятор, видите, везде были. У нас ведь система, холодильник большущий, кулер. Стол круглый. Со стульями, которые также, ну, знаете, можно сказать, мечта не очень. Вообще, это как тяжелые, хочу сказать, все это чистый массив. Круто. И стол. Мне кажется, стол тут отдельный предмет искусства, причем раздвижной. Класс. Здесь можете увидеть кухня. В доме газ заведен. Очень интересно. Так, здесь мы закончили просмотр. Теперь поднимаемся наверх. Вы можете послушать, как работает лестница. Вот сколько ей лет уже. По ней идет сейчас 110 килограмм. То есть, особо никаких хрустов, ничего не слышно. Вот здесь чуть-чуть, может быть, все. Идеально просто смотрится. Это вид вниз. И давайте опять против числой стрелки пойдем смотреть комнаты. Как вы поняли, комнат здесь нереально много. На втором этаже здесь вообще очень высокие потолки. Есть также сплит-система в этой комнате. Проживали здесь в основном двое. Муж и жена. То есть, в принципе, хозяйка сейчас вот дома. Да, это и есть жена бывшего Маранапы. То есть, он никуда не переходил больше ни в какие места. Еще одна комната тоже со сплит-системой. Блин, вообще просто вал, да? Смотришь, какая красота. Я многие элементы мебели даже никогда нигде не видел. Вот здесь деревянные окна сделаны. Вот такая отделка. Тоже мне очень радует. Знаете, в таких домах он живой, настоящий. Здесь, видите, вот деревянные подоконники. Даже вот какие-то трещинки есть. То есть, он смотрится очень классно. Деревянные вот эти ставни. Фантастические виды. Также в этой комнате есть гардеробная. Так оно выглядит. Экскурсионная программа действительно получается. Это санузел на втором этаже. Здесь света немножко маловато. Здесь душевая, туалет, раковина, зеркало. Тоже места просто нереально много. Поворачиваем сюда направо. И еще одна комната. Пишите обязательно, вот как вам брандство именно тех годов. То есть, ну, вообще нравится, не нравится. Вот здесь будет интересно подискутировать. То есть, тут, знаете, вот аромат везде. Стоит дерево. Вот какой-то, знаете, благоухание. Прям очень криво. Просто наверху как выглядит окошко. А вон на улице Черноморская. То есть, видите, зева. Тут даже вот вид на лиман есть. Можно считать, как будто кусочек моря. Видим, потому что лиман – это мелководное, соединяющееся с морем озерцом. И еще одна комната в этом доме. Ну, чтобы обратить внимание, тоже это потолок отделан деревом. То есть, ну, тоже все очень симпатично, очень красиво смотрится. Здесь в этой комнате… О, и, кстати, вот в этой комнате мы были. Я не показал. Надо вернуться. Точно, я думаю, что здесь тоже гардеробная. Да, вот сюда вправо она тоже такая небольшая. Получается, зеркальная стой. И здесь есть гардеробная. И там еще одна подтаемная дверь. Тут, а дальше можно провести. Никому не говорите. Идем в подвал. В подвал тоже ведет у нас деревянная лестница. Спускаемся. Сейчас многие прям удивятся. Здесь сейчас проживают люди. Одна комнатка сдана. Здесь есть еще одна комната. В ней тоже проживают люди. И здесь есть баня. Настоящая русская. Включаем свет. То есть, стиральная машинка, если духовно постараться. Здесь санузел. Раковинный туалет. И заходим в саму баньку. То есть, здесь вот зона для того, чтобы помыться. Отделка тоже деревом плитки. И смотрите, вот она настоящая печка. То есть, куда подкидывать. Все сделано. Ну, не используется как банька. Конечно, жалко. Тут просто хранение вещей идет. Но в этом можно сделать. Задвижка. Кирпича. Все выложено. С дерева сделано. Очень круто. Тоже еще и холодильник. Гладильная доска. Здесь еще комната. Здесь вот эти две комнаты. Здесь не санузел. Здесь котельная. Грюнфос насос стоит. Еще один котел газовый. То есть, все работает именно отсюда. Есть там тоже люди проживают. В подвальном помещении. То есть, сюда можно загнать машину. Стоит какой-то там верстачок. То есть, инструменты, тиски. Как бытовая вещь. То есть, накопитель водяной. Выходим обратно во двор. А, ты тут бегаешь, да? Давайте посмотрим. Вот этот домик. Как выглядит для сдачи. Вот что-то здесь тоже люди проживают. И вот сюда тоже. Еще одна комната. Там люди проживают. Ну, можно как. Если есть возможность. Вложился. И даже чуть-чуть что-то зарабатывать. Чтобы больше чем заниматься. К этому домику тут столики стоят. Две ступеньки всего лишь. Поднимаемся. Заходим на входе. Холодильник. Есть. Сразу здесь раздельный санузел. То есть, это раковина и душевая. И здесь раковина и туалет. То есть, очень светло. Очень хорошо. Заходим сюда вовнутрь. Дом где-то 85 плюс квадратов. Это зал, гостиная, кухня. Можно называть как угодно. То есть, мебель, газ. Подключен водичка. Здесь есть. Предсистема. И печка. Классно, да? За сто времени осталось. Немцы строили, напомним, этот дом. Здесь комната на двоих. Со столиком, с зеркалцем. Две кровати односпальные. Следующая комната. Смотрим. Здесь двуспальная кровать. Такая неожиданная, да? Бат, светлая, большая комнатка с вентилятором. И еще одна комнатка. Еще больше. Точнее, тут еще две комнатки. То есть, раз, два. Кровать диван, раскладывающийся телевизор. Место для хранения. Тумбочка. И еще одна тумбочка. Если вдруг вы хотите поехать отдыхать, снять этот домик. Тоже сейчас возможно. Обращайтесь по номеру телефона. И еще комната с двумя кроватями. Такая вот симпатичная. То есть, места, ну, очень много. Коммуналку по плате сказали, что зимой, чтобы хорошо топить. Чтобы не было нигде плесени. Чтобы вы видели, что да, нигде ничего там не ползет. Я, честно говоря, что никаких ни запахов, подозрительных нет ничего. Говорят, что даже во время потопления, за счет того, что у них, как говорится, все продумано. Продумано, как раз таки, человеком, который и был в Арама-Напре, в плане того, чтобы все повыше было. Не было ни затопления, ничего. То есть, у кого-то там где-то что-то бежало. У них все было в этом плане хорошо. На коммуналку в зимний период времени выходят где-то в районе десятки на прогрев дома. А в, допустим, летний период времени где-то в районе трешки. То есть, ну, такие вот расходы, потому что, я думаю, это тоже важно озвучить. Так, друзья, вдруг, если вы решили, как бы, приобрести этот дом, у вас есть денег, сколько надо? 39 миллионов 850 тысяч. Если у вас есть такие финансы, обращайтесь. И номер твоего телефона? 8-918-19-222-19. Либо второй номер 8-918-6707-587. Вот так вот, ребятки. 137, улица Черноморская, поселка Витязева. По картам посмотрите, да море близко. Парковочных мест тут на территории. И к этому домику, видите, тут машина стоит. И туда подъехать, и по фасадам можно ставить. Магазины, все в шаговой доступности. Ну, место шикарно, сам бы жил, но здесь столько денег взять. 8 по фасаду и здесь 5, да. Машина 13-15 может быть ставить. 15? Можно парковку платить. Да, с собой не загнать, вот без проблем. Вот коммерция Витязева, вот так вот рулят. Ладно, всем пока. Надеюсь, что было интересно, и вам это путешествие, в принципе, понравилось. Для меня это очень важно. Спасибо. Спасибо.